Я нахожусь в месте, которое называется Стелла Марис, а место это называется так, потому что так называют, здесь находится монастырь кармелитов в Хайфе. Стелла Марис в переводе это звезда моря. В католицизме это также обозначение Девы Марии. Это мужской католический монастырь. Кармелиты поселились на горе Кармель в 12 веке. Я не буду рассказывать историю, всё это можно погуглить самим. С древних времён гора Кармель была святым местом для всех религий. И этот монастырь является мировым центром ордена кармелитов. Здесь же неподалёку находится пещера Ильи Пророка, но в неё мы сегодня не попадём, она закрыта. Но здесь ещё есть много интересного и кое-что я смогу вам сейчас показать. Давайте посмотрим. Видите, это здание старинное. Сейчас я вам о нём расскажу. Здесь находится база военно-морского флота. И здание, которое мы видим, это бывшая летняя резиденция наместника АКО Абдалы Паши. Сейчас он находится на территории этой базы. И вот я пытаюсь обойти это здание и показать вам его с другой стороны, что тут же на территории находится и маяк. Этот маяк, хайфский, был построен в 1927 году. Чтобы вы поняли, где я нахожусь. А нахожусь я вон напротив монастырь. И слева от меня находится эта военная база. А я спускаюсь по тропинке вниз к морю. Конечно, до моря я не дойду, но немножко хочу показать окрестность. Это хайфа. Часть хайфа небольшая. И вон море. И там внизу находится институт моря. Вот он. А вот что я здесь вижу, это гранатовое дерево. Встречается мне. Оно уже всё в цветах. Посмотрите. Так цветёт гранат. Я уже показывала в одном видео, как цветёт гранат. Покажу ещё немножко. Вот видно маяк. И на эту базу. Здесь дерево такое интересное. Вот сейчас мне удалось ухватить и монастырь, и эту военную базу, и маяк. Всё сразу. И море. Ну вот, я уже назад поднялась. И хочу вам показать, что тут ещё интересное есть. А тут есть статуя Девы Марии. Что интересно, что эта статуя Девы Марии была подарена в конце 19 века этому монастырю кармелитов правительством Чили. И сделана эта статуя из переплавленного оружия, которым сражались они на своей войне. И вот они эту статую подарили. Вот такая она Дева Мария с младенцем наверху колонны. И вот он заказал. Я думаю, что это очень так. Честно говоря, я не знаю, что тут написано, видите, звезда изображена, звезда морская, которая олицетворяет Деву Марию. Я по-испански читать не могу, но понимать понимаю плохо. Там написано только «Любовь к родине» и «Любовь к Богу». Вот последняя строчка. Здесь же рядом находится обзорная площадка. Она в честь города-побратима Хайфы, Сан-Франциско, названа обзорная площадка Сан-Франциско. Мацпор, Сан-Франциско. Раньше можно было зайти в эти ворота и даже попасть внутрь монастыря, но вот сегодня всё закрыто совершенно. Попробую показать, что могу. Хотя бы там статуя на входе. Что смогу, то покажу. Там паломнический центр, паломников тут принимают. Вот он вход. Вот так выглядит это здание монастыря. Первый этаж забран решёткой, выглядит как неприступная крепость, и это не зря. Он должен был защищаться от врагов в своё время. Сколько раз его разрушали, не сосчитать. Вот показываю ещё раз это здание, резиденцию Абдалы на территории базы. И вот прямо около этой базы находится этот памятник, о котором я говорила. И вот хочу вам показать ещё один интересный памятник, который находится около монастыря. Это такая пирамидка. Вы видите год, 1799 год. А эта пирамидка, она стоит над братской могилой наполеоновских солдат, которые погибли тут в 1799 году. На этой пирамиде очень интересная надпись. Это надпись, цитата из псалма Давида. «Как пали герои на поле брани». Давид, царь Давид, написал этот псалм в память о Шауле, царе Сауле, и Йонатане, которые погибли. «Эх, на флуги борим». Этот псалм дети учат в школе. Мой сын учил это в школе, в младших классах. Один из самых трогательных его псалмов. Но самое замечательное в этом месте, это видно западную часть Нижней Хайфы, которая перед нами открывается. Видно Хайфский залив. Вот это Хайфский залив. На той стороне видны краёд. А вот этот белый зуб, который торчит, это больница Рамбон. То есть не только это здание, но комплекс там зданий. И вот море. А внизу находится морской музей. Национальный морской музей Израиля это называется. Там видны даже суда внизу. Сегодня чудесная погода, совершенно изумительный вид. Вот больница. Все здания больницы Рамбон. Вот он музей. Как-нибудь мы туда сходим, конечно. Воздух здесь тоже прекрасный. Там порт находится. И видно, что стоит какой-то лайнер круизный. Ну, на этот раз маленький, хотя заходят огромные иногда. Но сегодня не повезло. Маленький только виден. Там пассажирский и торговый порт находится. Самый крупный в Израиле. Порт находится в Хайфе. А второй по величине в Ашдоде. Мы решили спуститься вниз по канатной дороге. Вот идем на канатную дорогу. Будем спускаться вниз. Ну, поедем на следующий. Вот такие три шарика. Три шарика едут вниз, а другие три шарика в это время едут наверх. И поэтому ждать долго не приходится. Весь спуск занимает всего несколько минут. Так что не страшно. Эти сейчас уедут. И сейчас другие приедут. И мы в них уже сядем. Сейчас они поедут. Кого интересует, в одну сторону стоит 21 шекель. А туда и обратно 29. Поэтому выгодно туда и обратно, в общем-то, ехать. Туда и обратно получается около 7 долларов. Вон морской музей виден внизу. С нами едут дети. С нами едут дети. С нами едут дети. С нами едут дети. Вот мы уже подъезжаем и оказываемся сейчас на берегу моря. Вот мы и у моря. Море сегодня на удивление спокойное. Кошечки какие. И собачки. Там впереди, за недостроенным зданием, находится пляж Бат Галим, который я однажды показывала. Очень хороший пляж, лагуна там, нет никогда волн. Вот за этим недостроенным зданием. Совсем близко отсюда. Ну вот еще немножко моря. Посмотрим на море. Мы поедем обратно наверх и оттуда уже поедем домой. И конечно я постараюсь еще показать вам эти места. Вода. Может быть удастся попасть в этот монастырь как-нибудь. Посмотрим. Вода. Вода, кстати, очень холодная. Вода. 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 Продолжение следует...